Всем привет, мои хорошие! С вами Кемели и сегодня мы с вами будем кушать два вида молочных ломтиков от Seven Days. Один шоколадный, а другой вот такой вот с белой начинкой. Я буду стараться не шуршать и для начала, как всегда, необходимо нам все это раздеть. В каждой упаковке по 5 штук, а в общем получается 10. Не знаю, смогу я съесть или нет. У нас сейчас это ночная обжираловка, так скажем. Хочется чего-то сладкого, но прям не могу. К сожалению, все у нас не поместились. Один вот здесь вот бомжует, качует. Давайте приступим. Давайте с беленьких начнем. Это вот беленький, наверное. Так, что-то мне кажется, что я все это дело не съем. Как-то многовато. Но сколько смогу, столько и съем. Приготовила чай. На ночь самое то. Ужин у меня такой, представляете? Молочный ломтик прям тает во рту. Я люблю, когда пережевывать не надо. Вы, наверное, у меня в инстаграме видели. Я там думала между трюфелями и вот этими вот ломтиками. Взяла вот это и ничуть не жалею. И давайте поотвечаю на вопросы под последним постом в инстаграме. Вы что, больше не дружите с Шелли? Часто я вижу подобные комментарии, связанные с Шелли. И спрашивают, вы не дружите, что-то произошло. Не знаю. Разные вопросы. Но суть одна и та же. У нас все замечательно. Все хорошо. Буквально час назад мы с ней болтали. Я и говорила о скидках. Которые ни в коем случае нельзя пропускать. И мы, наверное, в скором времени с ней вместе пойдем шопиться. Обязательно поснимаю для вас Шелли тоже, если вы соскучились. Я его давно не видела. Именно из-за коронавируса. Все как бы стараются сидеть дома. Я работаю из дома. Она тоже из дома работает. Транспорт не работает. У меня бы тоже такое мнение сложилось. Но, к счастью, мы с Шелли ни разу не ругались. Наверное, за 4 года дружбы. Мы настолько хорошо друг друга понимаем. У нас даже не было малейших каких-то моментов, когда что-то не устраивало кого-то. В общем, полное взаимопонимание. Я желаю каждому иметь друга, с которым вы полностью понимаете друг друга. Это офигенно. Это очень круто. Они такие вкусные. Вообще, марка 7 Days. У них еще есть круассанчики. Тоже бомба. Поэтому смело берите. Даже не думайте. Я специально попросила вас залайкать вопросы, которые вам больше всего интересны. И сейчас я смотрю, что реально залайкано очень интересные вопросы. Олеся Амирова задает вопрос. Айка, на каком языке ты думаешь? Честно, я сама иногда задумываюсь о том, что я знаю, например, 3 языка и их использую. На каком же языке я думаю? Мне кажется, мысли, они ни на каком языке. Мне этот вопрос задавала одногруппница. У нее была такая проблема. Она хорошо знала русский язык. Всю жизнь училась на русском языке. Но она не могла выразить мысль по-русски как-то грамотно. И она всегда спрашивала меня, Айка, на каком языке ты мыслишь? Ближе всего на данный момент мне, наверное, русский язык. Потому что я очень много блогеров смотрю. Я смотрю фильмы на русском языке. Ближе всего русский язык. Вкуснотича. У нас в деревне у бабушки есть подруга. И она русская. Жила в свое время в Украине. Вышла замуж за азербайджанца. И переехала вместе с ним на его родину. В общем, живет счастливо. Все у них офигенно. Но проблема в том, что однажды я пошла к ней в магазин. Я захотела с ней поговорить на русском языке. И вы знаете, она не смогла. Она говорит, я уже забыла родной язык. То есть она настолько привыкла говорить на азербайджанском, что она не помнит свой родной язык. Я никогда не могла бы подумать, что такое может произойти. Но я, например, долгое время не говорю по-лезгински. Я его забываю. Кстати, я начала своего парня учить лезгинскому языку. Давайте вас тоже научу. Одно слово очень важно. Я знаю, что вы запомните. Как сказать на лезгинском? Да, хорошо. Это слово состоит из трех букв. И посередине У. И заканчивается И. И начинается с Х. То есть это слово означает на лезгинском хорошо. Хуй. Это значит на лезгинском хорошо. И я абсолютно серьезно это вам говорю. Вы как минимум уже одно слово на лезгинском знаете. Каждое видео, если я вас буду учить одному слову, мы скоро выучим весь язык. И я не шучу, ребята. Ни в коем случае. Это не шутка. Это у нас такой язык. А еще в лезгинском языке нет слова «я тебя люблю». Есть «я тебя хочу», но «люблю» слова нет. На первый взгляд, лезгинский язык кажется очень сложным. На самом деле там очень мало слов. Большинство из которых состоят из трех букв. Вы поняли. Я думала, я не схомячу. Но, ребята, это очень легко. Вот. И я не поправляюсь. Кто-то пишет «Айка, ты поправилась». А потом я одеваю что-то другое. «Ой, нет, ты не поправилась, ты похудела». Ребят, все зависит от одежды. Вес у меня плюс-минус на одном месте на самом деле. Айка, расскажи, пожалуйста, про переезд. Легко ли найти работу в Азербайджане? И что ты думаешь на этот счет? Я учительница, очень хотела бы преподавать в азербайджанской школе. Но мы с мужем очень боимся. Я скажу так. В Азербайджане люди делятся на две категории. Кто-то говорит, что здесь все куплено. Работы найти невозможно и так далее. А есть другие люди, которые просто молчат, работают в хороших местах и радуются жизни. Я, наверное, отношусь к второму типу. Потому что, когда мы переезжали, вот как раз-таки мой дядя, он постоянно говорил, что в Азербайджане, да ты не найдешь здесь работу. Если у тебя нет, не знаю, влиятельного родственника и кучи бабла в кармане, ты не найдешь работу. Я считаю, что это полнейшая чушь. Конечно, везде, если у тебя есть знакомые, тебе помогут. Ну, если хотя бы чуть-чуть, чуть-чуть, вот столько мозгов есть, ты найдешь работу. Умеешь себя преподнести. Знаешь какие-то программы. Ну, в общем, если ты не дурак, ты найдешь себе работу легко. Вопрос в зарплате. Для кого-то, например, 20 тысяч зарплаты – это норм. Для кого-то 150 – это мало. Тут вопрос прежде всего состоит в том, какую вы работу ищете, на какую зарплату вы претендуете. В Азербайджане очень важно знание языков, знание какой-то специальности, знание каких-то узких специальностей. Вообще, я думаю, что сейчас везде сложно сработаем. Единственный минус, который я могу отметить – здесь очень тяжело поступать в универ. Дай бог, у меня будут дети. И если у меня будет возможность, я бы хотела, чтобы мои дети получали образование где-то в Европе. Потому что здесь ужасно дорого и не особо качественно. Зачем столько денег тратить на образование? Которое ты можешь получить гораздо качественнее в какой-то другой стране. И твой ребенок увидит эту страну, выучит язык, как-то будет развиваться. В общем, станет другим человеком. Поэтому я единственное, что могу отметить – вот единственное – обучение. Мне кажется, лучше сохраниться где-нибудь. Но это не значит, что Россия – Украина. Там, не знаю, отсылаешь деньги, и потом тебе диплом возвращается. Нет, не так. Что-то более серьезное. Вместе со мной поступала девочка. И она не смогла поступить здесь. Решила учиться в Дагестане. И она вообще туда не ездила. Просто отправляла деньги. Каждая сессия – это деньги. Вот. И сейчас она, к сожалению, не может найти работу именно из-за того, что диплом, который она получила в конце, он не признается здесь. Мой любимый, например, учился на бесплатном отделении. Если есть мозги, почему нет? Ну, когда нет мозгов, как у меня, приходится платить бабки. И не маленькие бабки. Просто гляньте, сколько бумаги. Куча просто бумажек. Но было безумно вкусно. И это немного. Сразу берите две пачки. Одна – это мало. Тем более, если дома есть братья и сестры. Вообще отберут. На этом все, мои любимые. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожрали вместе. Всех люблю. Целую. Пока.